Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня вкратце хотелось бы рассказать о моих штанах фирмы 511, модель Teclite. Эти штаны эксплуатирую уже на протяжении 5 лет и в принципе я ими очень доволен очень доволен то есть это одни из немногих вещей которые вот применяю агрессивно эксплуатирую и они до сих пор держатся до сих пор нормально выглядят и до сих пор ничего нигде не рвется ничего нигде не подводит всегда в любое время зимой и летом всегда я на эти что не могу положиться одев них я себя чувствую комфортно удобно и никаких нареканий по большому счету никаких нареканий почему вот я полюбил именно эту фирму если покупать штаны у вас экстремальный образ жизни или вы турист или у вас профессия какая-то сопряженная с активной работой какой-то то настоятельно вот именно рекомендую вот эту фирму рассмотреть потому что действительно надежные удобные вещи делают конкретно вот эти штаны чем они отличаются и чем они вообще удобны во первых как вы видите они чуть-чуть более милитаризированные скажем так тактические как сейчас модно говорить у них больше карманов вот они более крепкие в плане как бы ткани вот ткани не тянется но она сам пошив штанов настолько удобно что в принципе и никаких там движений не сковывает то есть все отлично какое вы положение там не занимали нигде ничего там вам не мешает нигде ничего не натирает нигде ничего там не рвется все то есть в чем еще есть интерес в том плане что понизу встроена то я вот уже как бы затянул сюда резинку изначально в продаже ее нету понизу сейчас покажу вам поближе прорубленные обшитые отверстия вот сюда можно задевать там стропу или там резинку какую-то чтобы не понизу нормально обтягивали ногу вот сверху тоже есть резинка вот она уже чуть подносилась конечно чуть свою эластичность уже потеряла со временем как-никак пять лет но тем не менее тем не менее она еще работает и сверху что мы тоже как бы тянутся вот если вы там допустим хорошо поели или там я не знаю чуть-чуть там хотите чтобы она хорошо обтягивала и без пояса то в принципе здесь все нормально можете на это положиться что дает кройка в спортивных штанов то есть они свободны и подрезиненные нужных местах плюс большое множество карманов есть сзади два кармана есть впереди вот таких вот прорезных два кармана есть карман в резной на одной есть карман верхней накидной на другой ноге два боковых кармана чуть-чуть неудобно потому что так вот не достать усиленная зона колена вот внутри там сделаны специальные отрезки чтобы вставлять наколенники поролоново если вам нужно есть стропа здесь можете там навесить снаряжение которое намолит радиостанции под фонарик чехол все может сюда влезть спокойно усилены карманы здесь и здесь обшиты специально здесь вот обшита специально более крепкой с кордурой по моему ткань не буду говорить точно но более крепкая ткань износостойкая сделано усиление для того чтобы допустим в этом какое-то снаряжение которое с клипсой там фонарик или нож или ручка какая-то тактическая навешивайте чтобы при постоянном там юзане оно не рвало ткань само по себе и там держало нормально я периодически здесь ношу нож и как вы видите все хорошо никаких проблем нету сейчас в данном моменте времени у меня здесь расположен вот есть мобильный телефон есть кошелек вот тоже лежит у меня электронная сигарета понятно что не все тут будут носить электронную сигарету просто вот здесь вот можно что-то носить здесь у меня вот для собаки водилочка есть и плюс у меня еще по большому счету раз-два-три-четыре кармана свободных то есть здесь можно обвешать полностью не применяя никаких там поясов с дополнительными чехлами можно обвешать полностью снаряжением и все будет хорошо вот будет нормально держаться вам будет удобно не будет сковывать движение ну это вкратце там по их ним особенностям а что самое главное основное еще раз повторюсь эксплуатируя эти штаны довольно таки агрессивно на протяжении пяти лет вот и очень доволен остался в том плане что штаны до сих пор выглядят нормально до сих пор них могу ходить и в городе и не буду выглядеть каким-то бомжом подертых каких-то штанах да чуть-чуть потеряли цвет до тефлонового покрытия уже данным давно нету сейчас постараюсь ставить кадр есть уже моменты видимого износа попрофирали здесь чуть-чуть здесь чуть порвалось сзади чуть попрофирались вот это вот стропа пришлось заполнить ее потому что чуть-чуть и на разошлась еще кнопочка у меня получается здесь накрылась это самый такой вот конкретность из этого всего произошло со станами так это то что кнопочка накрылась не держалась потому заменил кнопку но тем не менее 5 лет штаны активно очень носились и они нормально еще до сих пор живут. Это не какая-то реклама, это действительно я вот хочу с вами поделиться толковой вещью, которая стоит действительно своих денег. Да, она стоит дорого, сейчас она стоит по акционной цене 1700 гривен, вот, есть там и чуть-чуть подороже. Если у вас активный образ жизни или представитель силовых структур, охранник, просто даже турист, эти штаны унифицированы в использовании. Я в свое время даже в них бегал по 10-15 километров в этих штанах. И нормально, где не натирала, все мне было удобно, потому я говорю, что они почти как спортивные уже идут. Ткань у них, да, не сильно там вентилируется, то есть летом при большой жаре у них не очень сильно комфортно, но в то же самое время нормально, нормально. То есть если вам более важна эргономичность, удобность и надежность вещи, то в принципе, что летом, что зимой, они отлично носятся, никаких проблем. Зимой подштанники какие-то поддели, и все хорошо. Еще чем примечательно, что, как я уже говорил, вот с собаками постоянно работают, вечно мажутся они. И если вы там где-то поработали, потом вам надо выйти в свет, съесть маршрутку, проехаться в городе, взяли мокренькую тряпочку, протерли, и все. То есть сам по себе материал не впитывает сильно там грязь, и можно нормально вытереть, никаких следов не будет. Вот. Ну, в принципе, вкратце все. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Пожалуйста, если вам интересно то, что я делаю, если вам это помогает в вашем выборе там вещей, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это очень довольно-таки мне помогает в понимании того, что стоит это делать или не стоит это делать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, и до новых встреч в эфире. С вами был Игорь на канале Александр Милешин. Пока.